посмотрите на эту красоту тут в этой модельки порядка 300 деталей и больше 30 наклеек привет друзья меня зовут кирилл и сегодня на моем канале speed champions где-то полгода назад я делал обзор вот этой модели ferrari номер 76 890 с чем-то точно не помню модель сделано восьмиштырьковом масштабе и очень мне понравилось смотрится прям как коллекционный экземпляр а сегодня мы посмотрим на две модели lamborghini huracan читается на самом деле урокан без буквы h а как правильно читать урус я так сразу не нашел поэтому урус так и будет урус набор по моей просьбе предоставила для обзора компания лего и сейчас мы посмотрим что у них получилось наборе больше 650 деталей и они разделены на 5 запечатанных нумерованных пакетов плюс одна основа от автомобиля лежала отдельно также отдельно лежали две книжки с инструкциями ничем не защищенные едва листа с наклейками вот у одного подложка даже пострадала замялась но сами наклейки вроде бы целые наклеек чудовищное количество я думаю что скорее всего зеленая тачка пойдет мне на детали на нее не буду клеить наклейки ну а на черный автомобиль через боль и страдания я попытаюсь все это наклеить основа для автомобиля такая же как была ferrari длина 12 пупырок в центре вот здесь нечетное количество пупырок 5 а дальше здесь идет четное 64 плюс в бока еще торчат снизу вот так вот все это выглядит в первой модели столько черных деталей что меня не покидает ощущение что я собираю бэтмобиль хоть интересно в таком масштабе собирал кто-нибудь бэтмобиль наверное это могло бы смотреться интересно ну и так же как ferrari здесь в этой модели руль не прямо по центру перед пилотом будет а сдвинут на пол студа на мой взгляд странное решение можно было сделать и по центру под конец сборки я задался вопросом какой же рекомендованный возраст у этого набора ответ 8 плюс восемь я не могу себя представить восьмилетнего собирающего эту модель и наклеивающего пинцетом больше 30 наклеек 30 при том что ferrari 42 125 там было сколько полторы тысячи деталей 50 наклеек с чем-то тут в этой модельки порядка 300 деталей и больше 30 наклеек у меня в восемь лет вообще только появилась лего и мой первый набор был малюсенький погрузчик из 30 по моему деталей а тут 300 деталей 30 наклеек ну мне трудно судить у кого есть дети или может быть кто работает с детьми напишите мне правда интересно как вы думаете справится восьмилетний ребенок вот с этой сложной задачей наклеивания наклеек или ему все-таки потребуется помощь взрослых сборка второй модели уже на старте удивило наличием огромный техник брик рамки 4 на 6 и сюда вы крепится передние колеса ну и вообще вы можете видеть большое количество крупных деталей как они смогли их уместить такую маленькую модель лобовое стекло это довольно редко деталь не встречалась пока только в трех наборах как раз таки все три набора из линейки спид чемпионс 2020 года ну и вот такие вот большие колпаки будут у второй модельки модель кстати реально здоровая вот тут вот места для пилота для штурмана и еще и для пассажиров ну и да несмотря на то что здесь основу полностью сборной из деталей руль тоже сдвинут модель собрана и у меня язык не поворачивается назвать ее гоночным внедорожником больше похоже на бронетранспортер будущего вот реально на обороте коробки рядышком приведены фотографии оригинала и этой модели ну вот какие тут сходства наклейка на лобовом стекле одинаковая вот серьезно не получилось абсолютно передать форму оригинала дизайнеры пытались какие-то мелкие элементы скопировать из-за этого общая форма ну развалилась напрочь на мой взгляд я здесь lamborghini вообще ни разу не вижу из функционала у нас здесь съемная крыша так что можно играть мини фигурками это хорошо и удобно ну и моделька хорошо катается прям отлично катается это тоже здорово но не стоит расстраиваться поводу этой модели потому что у ураканта получился просто огненный посмотрите на эту красоту ну вот на нее смотришь и сразу понятно что это lamborghini посмотрите на силуэт на детализацию понятное дело что здесь есть огрехи все-таки масштаб небольшой но в целом сделано очень круто задняя часть спойлер немножко можно регулировать плавник из лопасти вертолета это прям шедевр ну и конечно тоже стекло можно снять и там места до двух человечков вот эта модель крутейший на мой взгляд кстати по ходу сборки еще там был такой элемент вот эти штуки они стоят под наклоном и они там крепятся на техник пины человечек мешает они вот немножко вот так вот входят я вообще думал сначала что это будут двери ну понятно что не получается не в ту сторону открывается ну и в итоге они здесь не открывается это не двери а просто именно задумка была сделать вот такую нисходящую линию и сделан действительно классно но в какой-то момент сборки я прям подумал неужели двери будут открываться нет двери пока у нас в этих моделях не открывается но зато выглядит все это очень круто ну и посмотрите как здорово эти модельки смотрятся рядом друг с другом ягуар у меня без наклеек я тоже не был уверен оставлю собранным или пущу на детали но то у меня уже довольно долгое время собран и разбирать его совершенно не хочется у него шедеврально просто сделана передняя часть флажки арочка перевернутая прям красота сзади кстати это нас что диффузора выход наверное похож тоже на заднюю часть lamborghini ну а то ferrari я вижу тут уже пару деталей отломал такие вот красные закругленные скосики пошли у меня видимо в какую-то самоделку но я верну потом ну в общем модельки очень крутые ну и тут на фоне их такой танчик зеленый ну и в качестве бонуса в этом наборе еще идут стартовые ворота с рабочим светофором красный 321 старт зеленый приятная фишка приятное дополнение к набору ну что в итоге можно сказать на мой взгляд это отличный набор даже несмотря на то что одна из моделей мне не очень понравилась ну на ее основе можно собрать что-то свое или вообще пустить на детали ну а может быть кому-то она и понравится а вкусов то не спорит как известно ну и с нетерпением жду летних новинок наверняка там будет тоже что-то интересное походу придется какую-то полочку организовывать под эти модельки они так классно смотрятся вместе на сегодня у меня все спасибо за внимание до скорого пока а